И проект бюста генерала Алексея Антонова, чакая зацверджение Республиканским монументальным советам. Скульптура заявится у веры с небягучего года для у выхода на войсковые могилки по улице Белуша до 125 год, где с дня народжения знакомитых урадженцев Гродно. Одночасово с гэтым у 11-й школы, якая носит имя легендарного военно-начальника, где открытый музей у Ягу Гонор, пройдет городская навыковая конференция. Работа по сбору материала до мероприемства в установе уже распочалась. Ольга Пелянчук расскажет. Проводить экскурсии по музее воинской славы десятиклассницы София и Ангелина протягиваются навод на каникулах. Текомность до истории Великой Чыной войны зараз проявляют наведывальники пришкольных лагерев. Для их на передании 22-го червяня проходят уроки памяти. Чье имя носит наша школа? Алексей Никельцевич Антонов. Правильно, молодец. Может кто-то из вас знает, кем он был по званию? Генерал. Почутая литерально упитывая Дянис в учении военно-патриотичного класса. До слова, такие на базе 11-й школы при садяничине Гродинской пограничной группы были открыты у 2014-м. Цікаво, что форма первых кадетов выставлена у экспозиции. Носить такую вопротку – особливый гонор для школьников. Я учусь в военно-патриотическом классе, ношу военную форму, люблю с классом ездить на смотры, военные мероприятия, рассматривать оружие и технику. Музей открылся у 1984-м до 40-годя вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. За этот час стараниями вучняв и педагогов собрано шмат материалов. Некоторые заявились литерально напереды дни 80-й годовины початку Великой Чыной войны. И утромливать новые факты сумного и одночасово славного периода истории советского народа и его героичной перемоги. Открыть такие сторонки удалось одзякучить навыковой деятельности школьников и студентов в области. С 2016 года с целью воспитания бережного отношения к культурно-историческому наследию Республики Беларусь, формированию личностных качеств молодежи на примере выдающихся людей Гродненщины, В нашей школе при содействии отдела образования Гродненского городского исполнительного комитета, факультета истории, коммуникации и туризма и военного факультета Гродненский государственный университет имени Янки Купалы проводится городская открытая краеведческая научно-практическая конференция учащихся студентов, курсантов вооруженных сил «Память в сердцах жива», приуроченная ко дню рождения генерала армии Алексея Иннокентьевича Антонова. У рамках музея ведутся и доследования по некольких накерунках. Один из них – установление имена у солдат, похованных на войсковых моилках по улице Белуша. Наша школа находится рядом со старейшим в Республике воинским кладбищем. И, естественно, ребята нашей школы регулярно ухаживают за захоронениями на этом кладбище. Школа держит связь с родственниками, захороненных на данном кладбище, и помогает устанавливать новые имена и находить родственников павших. У гэтым вересне для ухода на войсковые мохилки по улице Белуша з'явится бюст генерала Алексея Антонова. Выконаны с бронзы на хранитном постаменте. Падея, промеркованная до 125 годя дня нараджения знакомитого Гродзенца, обовязково знодя адлюстраванне у экспозиции, якая расскажет про идею створения помника аутаром Владимиром Пантелеевым. Гэтым часом проект отправлены на затверджение Республиканским монументальным советам. После этого гродзенский скульптор приступит до работы.